Очередной грузовик, заполненный коробками с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик, отправляется в зону СВО. В них теплые вещи, продукты, лекарства, книги и констовары для детей. Вещи собирали всем миром – представители общественных организаций и бизнеса, а также простые жители. Сбор помощи был открыт в офисе исполкома Народного фронта Самарской области, который стал инициатором акции в рамках проекта «Все для победы». Гуманитарную помощь приносят разные. И даже мы приезжаем иногда, звонки пенсионеров, и говорят, что мы сами не можем привезти. И мы тогда сами выезжаем и привозим. Например, одна из пенсионеров попросила, чтобы там очень много от внуков осталось детских энциклопедий, красивых, ярких. Мы тоже приехали, забрали и тоже передадим. Жители городов, оказавшихся в зоне проведения специальной военной операции, испытывают много бытовых проблем. И в преддверии зимы особенно нуждаются в теплой одежде. У нас каждую неделю уходит с Самарского исполкома, Волжский проспект 19, машины с гуманитарной помощью, которые мы собираем, во-первых, для людей, которые у нас находятся на территории Донецка и Луганской народных республик, а во-вторых, для народной милиции Луганска и Донецка. И этот груз собирают обычные люди, жители Самарской области. Доставлять гуманитарные грузы на территорию Донбасса Народному фронту помогают сотрудники Росгвардии. Уже несколько раз мы помогали доставлять грузы жителям Донбасса. Это то, что на самом деле им сейчас необходимо, особенно в условиях приближающейся зимы. Помочь жителям ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, может любой желающий. Список необходимых вещей можно уточнить на официальном сайте Народного фронта. Александра Гусева, Николай Епифанов, События.